Здравствуйте, дорогие подписчики. Тема у нас сегодня очень интересная. Это фотосинтез. Что такое фотосинтез? Вот просто своими словами. Что это такое? Это процесс. Это процесс преобразования определенных веществ и энергии в то, что растение... В углерод, да? Вот. То, что растение со временем наращивает вот эту массу листовую и становится большим. То есть мы сажаем сначала растение маленькое, потом оно вырастает. За счет чего этот рост происходит? Это вода. Обязательно, да? Обязательный вариант. То, что оно посажено в почве, оно микроэлементы тянет из почвы и энергия солнечного света. Это очень важно. Самое главное, самое главное для фотосинтеза это вода и энергия солнечного света. Вот это вы должны запомнить. Но в процессе фотосинтеза грунт это не главное. Вот сейчас расскажу почему. Почему грунт это не главное? Даже вот в 1639 году Гельмонд провел, это биолог, который провел эксперимент. Он взял 70-литровый бак с грунтом, посадил туда 2-килограммовую ивовую ветвь. И через несколько лет он отдельно взвесил этот грунт и отдельно взвесил эту иву, которая вымахала у него. И, соответственно, ива у него стала на 70 килограмм больше весить, а грунт стал весить меньше всего на несколько килограмм. То, что вот со временем, наверное, ветром больше выдуло или растение как-то чуть съело. И что мы тогда понимаем, да? И он тогда понял, это был прорыв, это был эксперимент, который очень важен. Он понял, что грунт это не самое главное для роста растений. И вот тогда Гельмонд понял, что не грунт, это основа для питания и роста растений. Но он решил, что это исключительно вода. Что только от того, что он его поливал, и вот эта вода со временем преобразовалась в то, что эта ива стала огромной. Потом, уже только в 18 веке, Присли, то есть эксперименты-то шли постоянно. И вот Присли совершил еще такой эксперимент. Он взял два сосуда, полностью герметичных, стеклянных, положил в одно, в один сосуд мышь живую, в другой зажженную свечу. И через некоторое время он понял, что, ну, он увидел, что мышь-то сдохла, вот, и свеча погасла. Значит, весь кислород выгорел. Он поставил, сделал то же самое, плюс много растений рядом. И тогда он понял, что растения способны менять качество воздуха. То есть они перерабатывали вот этот углекислый газ, которым мышь дышала, да, или свеча горела, сжигая кислород. И дают людям, всем нам кислород. Также кислород, он в строении озонового слоя, вот этой защиты нашей, это растение основную роль играет. Но и ученые все-таки продолжали эксперименты. И позже они выяснили, что не только вода и углекислый газ, а и энергия солнца. Вот мы подходим сейчас сами, к самому главному с вами. Энергия солнца нужна для того, чтобы растение фотосинтезировало, чтобы оно набирало вот эту лесовую массу. Для чего вообще, в принципе, нужны растения? Для того, чтобы дать жизнь, да? То есть животные, они едят растения. Поэтому эта листовая масса, она должна увеличиваться, и она увеличивается за счет вода, солнца, углекислый газ. Вот это все перерабатывается именно в кислород. И дается нам еще дополнительно, кроме кислорода, вот эта большая листовая масса, которую мы можем украсить свои помещения, которую мы можем съесть, если это там салатные листья, да, которыми мы можем накорнить животных на фермах и так далее. Вот это самое главное. И теперь по свету. Ну и на фоне всего сказанного мы должны понимать, что растениям нужен свет. Если мы не можем создать им природного света, который они возьмут, допустим, с окон восточной, южной, западной ориентации, тогда мы должны заменить свет лампами. Лампы могут быть простые, китайские, люминесцентные, но они, конечно, не дают такого эффекта. А можно взять фитолампы. Фитолампы это вообще в фитолампах баланс света очень хорошо заложен. То есть там практически нет зеленого спектра, но очень много красного и синего спектра. А красный и синий спектр, он нужен и для вегетации растения, и для цветения. А зеленый он в такой степени не нужен. Но опять-таки, вот эти фитолампы, они бывают слишком такие, да, розовые. Сейчас уже появились и желтые, и вежевые разного спектра освещения. Поэтому берем фитолампу или берем вот такие лампы, если хотим более бюджетный вариант, и ставим над вашими растениями. Ну и мы должны с вами понимать, что есть несколько слагаемых успехов. То есть если ваше растение хорошо себя чувствует, и оно растет, значит, вегетирует, да, оно фотосинтезирует, оно растет. В этот момент оно способно дать вам этот кислород, тот самый, который вам нужен, да, от него. Для чего мы, может, не только для интерьера заводим для красоты, но и для того, чтобы воздух действительно реально был чистым. Но, вот три слагаемых успеха. Первое, это свет, это солнце. Без солнца, без освещения нет фотосинтеза. Нет фотосинтеза, нет у вас нормального количества кислорода в вашей комнате. Значит, свет, вода и углекислый газ. Углекислого газа мы ему дадим, да, надышим, пускай перерабатывает нам в кислород. А вот свет и вода, это то, чем вы должны обеспечить ваше растение. И вы должны понимать, что если это фикус, его надо ставить ближе к стеклу, потому что он очень солнцезависимый. Если это эпипремум, то немножко подальше, наоборот, да, беречь от солнечных ожогов и поставить место просто хорошо освещенное. Если это цветущее растение, то, как правило, это на окнах. Или фиалки на полках под искусственным светом. Вот это самое главное. Для растений освещение просто колоссально важно. Но в природе и в наших комнатах мы содержим растения, которые могут быть нижним ярусом джунглей, могут быть средним ярусом джунглей и могут быть верхним. Соответственно, если это нижний ярус джунглей, это, как правило, ароидное семейство, пока солнышко пробьется через всю толщу деревьев, оно не даст им ожога, оно даст такой ровный свет. Соответственно, эти растения, они достаточно теневыносливые. Запомните, не тени любивые, а тени выносливые. И эти растения мы содержим там, в комнатах, где умеренное освещение. То есть есть солнышко, но не прямое солнце. Но есть растения, которые вырастают деревьями. И это уже верхний ярус джунглей. Соответственно, этим растениям нужно дать больше солнца. Возьмите ваш фикус и поставьте его просто к стеклу. Он скажет вам спасибо. Он будет нормально выглядеть. У него будет хорошая листва, он будет красивый. То есть вот этот свет, это очень, ну это самое главное. Ну и по свету. Свет нужен в какой мере? Должна быть интенсивность освещения определенная. То есть которая нужна одним растениям более, такая большая интенсивность света, другим меньшая интенсивность света. И количество часов. Некоторые растения короткого светового дня, когда, допустим, цветущие какие-то, они набирают бутоны в короткий световой день. То есть, соответственно, мы не можем в этот момент этому растению включить там 14 часов света, потому что он у вас не наберет цветения. И по интенсивности. То, что подходит агланеме по интенсивности освещения, не подойдет фикусу. Потому что фикус это дерево, он у вас просто листопадить будет без солнышка. Вот это самое главное.